Тогда, 11 декабря 1994-го, мы стояли на трассе Ростов-Баку, местные говорят Бакинка, и снимались. Ушла броня. Всем парили мозги насчет Конституции. Мы так и думаем. Пугнем чеченцев всей мощой, и будет порядок. Вот как усилище прет. Сбоку какая-то падла нацарапала. Добро пожаловать в ад. Я еще пошутил насчет благих намерений. Может, у кого-то они и были. Не знаю. Накануне мы снимали последнюю попытку. Грачев подъехал и не заметил. Едва успели снять. Дудаев с помпой. Шел под аплодисменты. На переговоры нас не пустили. Потом говорили, что Грачев вроде сказал, «Джахар, я тебя сделаю, как бог черепаха». Ну, а Дудаев ответил. Все во власти Аллаха. Лично они познакомились в ноябре 91-го года. Помню, показывали по ящику. Мне кажется, что для нашей военной делегации главная проблема тогда была, как называть Дудаева. То ли товарищ генерал, то ли господин президент. Кто ж знал, что через три года их станут называть боевиками. Тогда для нас боевики были только в кино. О чем тогда думал Грачев, еще в ранге замминистра обороны Советского Союза? Хрен поймешь. А вот Дудаев, по-моему, говорил откровенно. Мы в России можем быть настолько полезны, что она и сама не подозревает. Полезны. Мы очень хорошие друзья. Хотя очень отвратительно для хищной враги. Что произошло? Или боги не смогли между собой договориться? Или люди уже не слушали своих богов? На митинг часто приводят волка. Это у чеченцев символ свободы. Непонятный народ. Какая им нужна еще свобода? 27 декабря. Грозный. На площади с утра до вечера митингуют. Пляшут. Дворец, и как здесь говорят резком, республиканский комитет готовит к обороне. Я еще удивлялся. Но зачем эти мешки с песком? Ну как они спасут от такой громадин? Это потом увижу. Дворец раздолбали, А мешки рваные, пробитые. Так и лежали. Ну ничего, держимся бедрячком. Рассуждать, как Москве некогда. Димыч, наводи свой фокус. Стендап. Грозный с каждым часом пустеет. Оставшиеся люди с тревогой смотрят на север и на юг, на окраины города, где грохочут взрывы. Оставшиеся готовятся к штурму. Сколько трупов, смотрите. Тот же место попал скопление народа. Смотри. Перед Новым годом авиация начала бомбить город. Наша авиация. Долбят по черному. Без разбора. Мы материмся. И качаем новости. А новости наши вот такие. Кошмар. Вьетнам какой-то. Зачем? Мой дед на войне был летчиком. Отец летчик. Сам я 8 лет отслужил в авиации. Знаю, для чего она на войне предназначена. Но тут полная лажа. Но не хотят они с нами жить. Что ж, всех пускать под замес? Попадите меня! У меня сейчас полста вопросов. Себе и Господу Богу. 30 декабря. Город превращается в труху. Из разбитого дома выкатили пианино. Вот она. Музыка войны. Из города рванули беженцы. Бегут кто как может. А кто не может, те в подвалах. Молят Бога, чтобы не завалило. Человек грешен. Я понимаю. Ну за что собаку? Ладно. Некогда. Давай стендап. 64 тысячи человек за время событий покинули Грозный. Поток беженцев, подгоняемый разрывами на окраинах, продолжается. В новогоднюю ночь в город вошли танки. Горели как спичечные коробки. Это я раньше думал, что танкист за броней, как у Христа за пазухой. В городе оказалось наоборот. Махре проще. И ведь такое уже было месяц назад, когда оппозиция пыталась на чужом горбу в рай попасть. Всех сожгли. Зачем опять пустили броню в город? 5 января. Мы на больничке. Слева нефтеинститут. Справа засунжи Бароновка. Русский район. Раньше это был роскошный медкомплекс. А теперь линия фронта. Часто ложатся мины. Иногда стреляет снайпер. Грязь непролазная. Оператор Вадим. Здесь оставил подошвы. Еле подобрали обувку. Снимать продолжаем. Запомнились эти ребята. Прижались, как сироты, к стене. Наверное, узнали это про Чечню пару недель назад. Ждут приказ. Штаб тут, в подвале. Кто из них завтра вернется, одному Богу известно. Расспрашивать их сейчас не могу. Ты уж прости нас, редактор. На помощь частям, воюющим в Грозных, приходят все новые и новые подразделения из России. Большей частью не обученные. 7 января. Консервный завод. Ставка 8-го армейского корпуса. Тень и ночь бухают минометы. Я тут спросил у бойца. Что, мол, делаете? А он, работаем по дворцу. Слово-то какое. Работаем. Стволы почти под прямым углом. Значит, мины ложатся рядом. Я в кресту один слушаю тебя, Маузер. Слышно плохо. Старший лейтенант селил царскую крестную. Воюет. Да, да. Я понял тебя, понял. В чем счастье минометчика? В том, что он не видит, кого убило бы. Залпом. Войет. На счастье пехоты вернутся на своих двоих. 10 января. Госпиталь. Вернее, подвал. Это здесь же, в двух шагах от дворца. Конвейер. Фирурги, как черти. Когда они отдыхают? Пока цел, молишься на командира. Когда накрыло, молишься на врача. Мужики, система. Небесная канцелярия. Прибыл, угол и точка. Какая-то. Я не знаю, как чертик. Так, как чертик. Все отзовы. Авговорот. Это не так. Какая-то. Они воюют, мы снимаем Говорим и показываем все, как есть Делаем, как учили Объективно, как бы со стороны Ребята обижаются Им кажется, мы их предаем Почему? Тех, кому повезло, отправляют на Северную А там, вертолетом на Большую Землю Заместитель командующего Виктор Скопенко Как нам показалось, крутой мужик Это нас и Борщина Ребят, не переживай Все матерят эту войну Но иногда и гусарят 12 января Здесь командный пункт группировки А Вадик говорит Санта-Барбара Сюда никого не пускают Нас пустили Почему? Поверили? Шаг за шагом подбираемся к Роклину Ведь его никто никогда не видит Что он скажет? Моя служба в основном прошла Заполярье, Афганистан Туркмения Горячие точки Закавказья Это третья моя война И уже 6 лет больше Великой Отечественной войны Я воюю Я к великому сожалению Своему Ни в коем случае не горжусь Никакими победами Ни в коем случае не горжусь Тем, что мы в центре Ни в коем случае не горжусь Тем, что мы выдержали все задачи Испытывали величайшее чувство Девогетворенности и досады Что творится в России Начали прибывать отряды милиции Они не знают, что им предстоит испытать Потом В Бамуте В старом Очхое В Удермесе Да и здесь, в Грозном В августе 96-го Все еще впереди А пока Смотрите, какие наглаженные Как со складок Здесь воюет Волгоградский корпус Полк, который в Сталинграде Брал Паулюса Дом Павлов Его удерживает полковник Павлов Совпадение? Если нет идеи Ее выдумывают Это 61-я бригада морской пехоты Миноват на батарея от нее Киркенецкая Как вы себя чувствуете здесь На земле Сами слышите, видите, летают Не очень уютно, я скажу Много моряков не обстрелянных здесь Мы-то офицеры И тоже самое не обстреляны У нас есть подразделение Один прапорщик Который прошел афганскую войну Он и то говорит, что это Афганистан по сравнению с этим Это не то совсем Так что Моряки сами видите Напуганы некоторые Но привыкаем потихонечку Так что Пока будем держаться Ждем, когда Наконец-то примет Примет решение в верхах Чтобы нас Вооруженные силы Вывели наконец-то отсюда Потому что это не дело, я скажу А кто есть Не вооруженные силы Понимаете Ну может быть Действительно На первом этапе можно Ну так На первом этапе можно было В этом бронетехнику Разбомбить вооруженными силами Но понимаете Обучены должны быть войска А я знаю конкретно Что как В моем подразделении Опа, хорошо Броня Как и люди Приходит обратно Поранено Я спросил у танкиста Ну как парень дела Ну вот ездим На мост Обстреляем дома Ну надо командира Спросите Он вам все расскажет Спрашиваю у командира Держать под обороной мост Чтобы Дудаевские танки Не прошли туда И оттуда Никто не вышел Ну а с той стороны Контенсивно С той стороны Только с гранатомета Стреляет С миномета Ну все это Снайпера По вам стреляли Да По вам стреляли С гранатомета Один танк подберет Это же второй Я как придурок Лезу в душ Я вам не могу сказать Какие чувства Одно скажу Тяжело нам здесь И все Там некоторые умники говорят Что Мы не подготовленные Мы бездарь Мы не умные И все остальное Не умеем воевать Умеем воевать Умеем Понимаете Иначе бы мы не были здесь Вот В сотнях метрах от дворца Бой в городе Это самый тяжелый бой Я пробыл почти два года В Афганистане Вот на этом пятачке Я еще раз говорю С 31-го Питабря Сегодня 12-е Наверное Вот за эти 12 дней Не поменял бы На те два года В Афганистане Здесь труднее Здесь труднее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока идет мощный артобстрел Поскопов к Дудаевскому дворцу Кольцо вокруг него сжимается все плотнее Давай, воню, воню Давай, давай Слезай Гранат у вас был Ушли, ушли Огонь 17 января Прием на рога Где ползком Где бегом Работаем в доме Павлова Камера у Кукушкина Стоит у окна Вот он дворец Совсем рядом Кукушкин падает Я подумал Все, кранты Камера не работает Пошла, пошла Обошлось Пуле только подстригла Пуле только подстригла Лучше он сам расскажет При перебежке К месту съемок Вышло так, что Под обстрелом Оператор не смог перебежать Пришлось мне снимать самому И, видимо, Снайпер увидел объектив Камеры И подумал, что это Может быть, или Корректировщик Или что И Полет этой пули Я буду помнить До конца своей жизни 22 января Возвращаемся Летим над тереком Так безопасно Теперь я знаю, что такое война Но не знаю, зачем она Трясет, как в нольке Спать не хочу А засыпаю Как умитый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через неделю я снова шел по Грозному Но это уже другая история Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok